Чем опасен предуктал, триметазизин? Кому он может быть полезный, а кому он совершенно не принесет никакой пользы, а может даже и нанести вред? Обязательно досмотрите этот видеоролик до конца, и вы все поймете. Всем здравствуйте, меня зовут Амаз Томазович, я врач-кардиолог, вы на моем YouTube-канале Блог Кардиолога. Перед началом видеоролика подпишитесь, поставьте лайк, напишите комментарий в конце, принимаете ли вы или когда-либо принимали предуктал, триметазизин, а мы начинаем. Перед началом небольшой дисклеймер, то есть нужно оговориться, что все клинические исследования, в которых была доказана та или иная эффективность триметазизина, проводилась конкретно на французском препарате предуктал. Все остальные торговые названия, их достаточно много, мне кажется, их просто несколько десятков, ну, допустим, всем известно, антистенд, тримектал, триметазизин и так далее. За их клиническую эффективность, доказательную эффективность сказать что-то сложно, потому что они, по сути, не участвовали ни в каких исследованиях. И мое мнение, что их доказательная эффективность в тех или иных моментах, о которых я чуть позже скажу, ну, практически, наверное, равна нулю, либо эффекту плацебо. Предуктал или триметазизин, это так называемая метаболическая, антишемическая, а самое главное, антиангинальная терапия. Что это значит? У триметазизина предуктала есть лишь одна ниша, одно лишь показание. Если мы откроем инструкцию, мы там увидим, там это черному по-русскому написано, что в показаниях только лечение ашемической болезни сердца, то есть стенокардии, грудной жабы, в качестве моно- либо комбинированной терапии. Конечно, в качестве монотерапии с целью уменьшения приступов стенокардии никто не использует, в основном используют в качестве комбинированной терапии с препаратами, которые также уменьшают количество приступов стенокардии. То есть, к примеру, человек в покое ничего не беспокоит, но стоит ему побыстрее пойти, подняться по лестнице, пойти в гору, либо другие какие-либо нагрузки, и у него начинается приступы стенокардии грудной жабы. То есть сдавливают грудные клетки, эти давящие боли у человека заставляют остановиться, боли могут ирадиировать в руку, в лопатку, в шею, в челюсть и так далее. То есть, эта боль документально подтвержденно вызвана атеросклерозом, стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий. То есть, когда возникает дефицит в потребности миокарда в кислороде и поступление через суженые, через стенозированные коронарные артерии крови к миокарду. То есть, миокард недостаточно питается. Вот в этой ситуации, в этой ситуации доказательная эффективность у предуктала есть. И с 2019 года предуктал входит в рекомендации по лечению хронического коронарного синдрома. То есть, когда у человека есть симптоматическая ишемическая болезнь сердца. Конечно, предуктал это препарат не первой линии для уменьшения приступов стенокардии грудной жабы. То есть, препараты первой линии это бета-блокаторы, бисопролол, метапролол, небивалол, корвидилол. Это блокаторы кальциевых каналов. На первом месте, конечно, это амлодипин. Ну, либо другие представители серии фелодипина, лерканидипина, нефидипинопродленного действия. Про ролик про амлодипин я рассказывал вам то, что блокаторы кальциевых каналов, их основное действие не только умение снижения артериального давления, контроля цифры артериального давления, но еще и расширение сосудов. Поэтому блокаторы кальциевых каналов также являются и антишемическими препаратами, и антиангенальными препаратами. То есть, они улучшают кровоснабжение сердца и снимают спазм, расширяют коронарные артерии. Также к антиангенальным препаратам относятся и вабродин, то есть кароксан, препарат, который уменьшает частоту усилия и сокращение при синусовом ритме. Нитраты, то есть это продленные нитраты, всем известны пиктрол, кардикет, моносан, моночинка и так далее. То есть, есть нитраты короткого действия, допустим, нитроглицерин, нитросорбит или в виде таблеток в виде спрея, изокет, к примеру. А это препараты нитратов, которые имеют короткое действие. А есть нитраты продолжительные, которые действуют полдня. То есть, человек их принимает либо один, либо два раза в день. Также к антиангенальным препаратам относятся серии никорандила, ренолазина и, соответственно, предуктала. То есть, человек, который страдает ишемической болезнью сердца, грудной жабы, стенокардии, которая мешает ему жить, которая ограничивает его физическую нагрузку, он принимает препараты вышеперечисленные. Врач комбинирует эти препараты одни с другими. Ну, допустим, бета-блокаторы, допустим, тот же там, допустим, бисопролол, плюс амлодипин, плюс какой-нибудь там моносан, моночинка и пектрол. То есть, нитраты. Может добавить ренолазин. Если все это в комбинации не работает сильно, то имеется доказательная эффективность, что при добавлении предуктала может немножко улучшить, соответственно, эти симптомы. То есть, в этой ситуации врач имеет абсолютное полное право добавить к основной терапии предуктал. И, соответственно, никто его за это ругать не будет, потому что предуктала среди показаний как раз лечения ишемической болезни сердца в качестве моно- либо комбинированной терапии. Но на своей практике врача-кардиолога я вижу не только, а вернее даже не столько пациентов с ИБС, которые принимают предуктал, и я ничего против этого не имею, а люди, которым предуктал абсолютно бесполезный, а в определенных моментах даже может быть и вредный. И в этом вина не только врачей, которые назначают всем налево и направо предуктал. В первую очередь я вижу вино фармкомпании, и представитель фармкомпании, допустим, Сервье, либо других фармкомпаний, которые, так скажем, производят триметазидин. Не только предуктал, а вообще триметазидин. Это не только у нас. Я общаюсь с коллегами из большого, так скажем, количества других стран, и Прибалтики, и СНГ, и так далее. И картины везде одинаковые. Когда я вижу, когда предуктал будет абсолютно бесполезный, то есть эффект его будет равняться эффекту плацебо, допустим, у человека имеются какие-либо блокады в сердце. Любые блокады, в том числе и блокады, которые могут быть в норме. Допустим, там неполные блокады, правые ножки, пучка гиса и так далее. То есть видят какие-то изменения на ИКГ или иначе, и назначают предукталки. Там пишут неспецифические изменения миокарда, метаболические изменения миокарда, ИКГ и так далее. Так что за этим стоит, да и никто особо не разбирается. Может быть, это мы и в норме. Но предуктал обязательно нужно назначить. Как говорится, ничего не спрашивает, пей, и будет счастье. Синусовая аритмия, которая является абсолютной нормой, ее вообще не нужно никак трогать, никак лечить. Марс, то есть малые аномалии развития сердца в виде открытого овального окна, ложный хорт левого желудочка, пролапс метрального клапана первой степени и так далее. То есть назначение на эти состояния предуктала не принесут вам никакого эффекта, кроме там минус 1000 рублей из вашего семейного бюджета. Все, больше никаких эффектов не будет. Перенесенная вирусная инфекция, всем известная пандемия, из-за чего у нас была и так далее. Я даже про это ролик записывал, один из моих первых роликов про ковид и предуктал. Так что ссылочку я оставлю в описании. Я не буду останавливаться на этом. Я там все достаточно подробно рассказал по поводу перенесенной той или иной инфекции. Якобы предуктал будет защищать сердце от последствий инфекции, любой инфекции в виде миокардита и так далее. Это абсолютный бред, это абсолютно недоказанная история. Это впихивание данного препарата на волне хайпоинфекционного процесса. Ну и как врача отделения сердечной недостаточности меня, конечно, очень сильно задевает, когда предуктал впихивают в лечение ХСН хронической сердечной недостаточности. При хронической сердечной недостаточности от предуктала эффекта вообще никакого нет. Я просто скажу, что знаю много пациентов с ХСН, что пациент с ХСН должен принимать достаточно большое количество препаратов, которые реально могут повлиять на его самочувствие, на его продолжительность жизни, на его, так скажем, частоту попадания в стационар с обострением, то есть декомпенсацией сердечной недостаточности и так далее. В первую очередь я имею в виду, конечно же, Юперио, Валсартанс, Губитрил, Фортиго, Джардинс, Бета-блокаторы, Вирошпирон, Эплеринон. Если у человека есть фибрилляция протердия, он еще применяет антикогулянты и так далее. То есть список препаратов, которые человек должен применять при ХСН, достаточно большой и огромный. И, соответственно, затраты немаленькие при лечении ХСН, при поддержании человека в стадии компенсации сердечной недостаточности, то есть поддержания резерв сердца. Дополнительно, применяя препарат предуктал, при ХСН не приносит никакого толка, абсолютно он не нужен. И поэтому, если у вас имеется сердечная недостаточность ХСН, то и вы применяете предуктал, можно смело его убирать. То есть он не входит ни в какие рекомендации, ни в какие гайдлайны. Европейская рекомендация по ХСН вообще каждый год, в последнее время, каждый год обновляется, ну, ввиду того, что появляются те или иные доказательные базы, касаемо того же Юперио Интереста, того же Форсига, либо Джардинс. Вот в этом году были рекомендации по уже ХСН сохраненной фракции выброса, где куда вошли вот как раз эти препараты, ингибиторы Сичиль Т2, Форсига или Джардинс и так далее. То есть предуктал не фигурирует вообще нигде, триметазидин. Поэтому я бы не рекомендовал его применять при ХСН. И еще вторая моя боль касаемо предуктала, триметазидина, и, значит, его применение, когда он не нужен, а когда он может нанести вред. Это аритмия. Это фибрилляция предсердия, это экстрасистолии. Очень часто я вижу такие рекомендации, когда пациент пришел к доктору, и ему назначили предуктал для лечения экстрасистолии, для лечения фибрилляции предсердия. У меня просто, я не знаю, я за волосы берусь, когда вижу эти показания, хочется их рвать. Потому что, с одной стороны, он никак не влияет на течение той или иной аритмии, с одной стороны, с другой стороны, он может вызывать тахикардион, может усиливать экстрасистолию. И у меня немало пациентов, которые приходили ко мне с жалобой. Доктора, у меня экстрасистолии, я начала принимать предуктал, больше ничего не принимаю, либо что-то в комбинации принимаю, у меня экстрасистолия усилилась. Вот самый, так скажем, побочный эффект предуктал. То есть, если посмотреть его инструкцию, вы можете увидеть. То есть, это тахикардия, это экстрасистолия, может даже немножко снижать давление. По поводу фибрилляции предсердия, здесь я не думаю, что он может провоцировать фибрилляцию предсердия, но с учетом того, что он потенциально может учащать пульс, если у человека имеется пароксизмальная форма фибрилляции предсердия, учащение пульсов покоя, конечно, не очень будет желательно при наличии диагноза пароксизмальная фибрилляция предсердия. Поэтому, если у вас имеется фибрилляция предсердия, если у вас имеется стайленная аритмия, запомните раз и навсегда. Предукталом она не лечится. Предуктал, с одной стороны, не обладает никакими антиаритмическими эффектами, вообще никакими. С одной стороны, с другой стороны, он может ухудшить течение вашей аритмии. Но улучшить уж точно не может. Поэтому, будьте внимательны. Ну, самые пытливые умы, конечно, не скажут про допинг, почему предуктал является допингом в 2014 году. Вернее, ну, триметазидин препарата, содержащий триметазидин, является допингом в 2014 году. Так же, как и мельдоний, мелдранат. Суть абсолютно зеркальная. Абсолютно. То есть, что почему триметазидин является допингом? Это кодекс честной борьбы. ВАДА внесла триметазидин в список допинга. Если вот сам по-простому рассказывать, почему триметазидин является допингом? Потому что видят, что спортсмены массово употребляют тот или иной препарат с целью улучшения своих спортивных результатов. И чтобы точно сказать, приносит, улучшает спортивный результат, не улучшает, там, тот же триметазидин или мелдранат, в ВАДе нужно проводить клинические исследования с большими группами спортсменов. И уже по качеству исследований они могут сказать, да, действительно улучшает или да, действительно не улучшает. Но это финансово затратно. Легче антидопингового комитета взять и заблокировать тот или иной препарат. Что было с триметазидином, что было с мелдранатом. То есть, препарат не доказал того, что он улучшает спортивные результаты у спортсменов. Не доказал, потому что не проводились эти исследования. Если каждую неделю будут появляться новые метаболические препараты, но каждую неделю придется на сотни тысяч и миллионов долларов проводить клинические исследования, да зачем, если можно просто заблокировать, забанить, внести в черный список тот или иной препарат. Занятная история была с доказательным препаратом, который улучшает спортивные результаты с бердуалом. То есть, человек побрызгал бердуал, то есть, астматики, лыжники, всем известные, у них расширились бронхи, им лучше бы стало переносить физическую нагрузку и так далее. Его внесли в черный список, его признали допингом, но провели клинические исследования, в которых было доказано, что да, действительно, бердуал улучшает спортивные результаты спустя много-много лет. Поэтому, касаемо триметазидина, меларонат и других метаболических препаратов, ВАДА не проводила никаких исследований, просто видит, что большая группа спортсменов применяет тот или иной метаболический препарат, и он вносится в список допинга. Вот что, собственно, случилось и с фигуристкой Валеевой, когда это все произошло. Все врачи-кардиологи вообще не понимали, почему триметазидин является допингом и так далее, хотя это вот какой год, это пару лет назад, наверное, был в 21-м году, давали свои комментарии, то, что да, действительно, триметазидин может улучшать в определенных ситуациях работу сердца, но вообще никак не влияет на спортивные результаты. Друзья, небольшая рекомендация. Вы меня часто спрашиваете, какие у меня есть печатные издания, я вам могу порекомендовать вот такую вот книгу, которая называется «Слушай сердце». Эта книга посвящена двум патологиям, гипертонии и атеросклерозу. Она есть абсолютно на любых маркетплейсах, особенно в «Алборос, Азон», а также в книжных магазинах, типа «Читая гордо», «Лабиринта», «Бук-24» и так далее. Вывод из всего, что я выше сказал. Да, действительно, предуктал есть доказательная эффективность при ишемической болезни сердца. Но порой, когда у человека имеется достаточно тяжелая ишемическая болезнь сердца, когда все вышеперечисленные антиангенальные препараты в комбинациях не помогают, порой в большинстве ситуаций выход один. Это ревосклюризация миокарда. То есть это либо стентирование, либо шунтирование. И дополнительное назначение предуктала при тяжелой ишемической болезни сердца немного и не сильно улучшит, значит, переносимость к физическим нагрузкам. Второй вывод. То массовое применение предуктала, которое применяется, извиняюсь за тавтологию, это абсолютно бесполезно. Это равно эффекту плацебо. И порой люди, которые мне говорят о том, что вот у меня есть аритмия, я пью предуктал, мне с ним легче, а как от меняю, аритмия возвращается. Это вот аритмия вот здесь вот сидит. Это чисто психологические истории. То есть это не имеет под собой никаких оснований. То же самое. Я задыхаюсь по ночам, пью предуктал, мне сейчас задыхаюсь по ночам и так далее. То есть это эффект плацебо. Все, что я здесь сказал, является лично моим мнением, оценочным суждением и не истинно в последней инстанции. Поэтому не нужно меня подстерегать заточкой где-нибудь за углом. Это личное мое отношение к предукталу либо к другим фирмам триметазидина. Друзья, спасибо всем, кто досмотрел до конца. Если вам ролик понравился, обязательно поставьте лайк. Обязательно напишите комментарий, принимали ли вы когда-либо предуктал, назначали ли вам предуктал и помог ли он вам. И еще очень интересно, по каким показаниям вам назначили предуктал. У вас бы действительно была ашемическая болезнь сердца ИБС, либо у вас были другие показания, вам назначили предуктал, либо у вас вообще никаких показаний не было, вам все равно назначили предуктал. Поэтому напишите, я обязательно почитаю, мне это очень интересно. Также подписывайтесь на мой телеграм, на мой инстаграм. Кстати, в инстаграме я как-то писал целую серию постов, которые назывались предуктал всемогущий, поэтому можете там тоже почитать на эту тему. Я желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, отличного настроения, не болейте, и всем счастливо, всем пока.